Слово для выступления предоставляется первому в мире летчику-космонавту, герою Советского Союза, полковнику Гагарину Юрию Алексеевну. Дорогие товарищи, еще в конце 1921 года, когда Советское государство залечивало тяжелые раны гражданской войны, великий Ленин в беседе с инженерами-изобретателями говорил, пусть вас не огорчает, что некоторые товарищи не верят в замечательные будущие космонавтики, а я вот верю, глубоко и твердо верю, пройдет 20-30 лет, а может и все 50, и советский человек, именно советский, совершит это сказочное путешествие. Это будет большим, чудесным праздником науки всего мира. И вот сегодня мы отвечаем вторую годовщину этого замечательного праздника. День космонавтики родился у нас, в Советском Союзе. Это наш советский праздник, но вместе с нами его отмечают все прогрессивные люди на нашей планете. Письма и телеграммы с поздравлениями идут к нам со всех концов мира. Два года назад, наблюдая нашу планету в иллюминатор космического корабля, я подумал, что она не так уж велика. Но за эти два года, побывав в разных странах, я теперь могу сказать, нет, она все-таки большая наша Земля, и у нас очень много замечательных, хороших друзей. Где бы я ни был, особенно радостно видеть восхищение и любовь простых людей-тружеников к советскому человеку, к нашей прекрасной Родине, которая успешно прокладывает путь в будущее всему человечеству и в космосе, и на Земле. Миллионы людей в разных уголках нашей планеты с восхищением приветствовали нас не только потому, что мы первые космонавты, но главное, что мы граждане первой в мире страны социализма. Мы с гордостью думали при этом, смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза. В нашей стране человек славен своим трудом, и для нас закономерно такое, когда самоотверженный труд рабочего отмечается высокими правительственными наградами, когда он является депутатом высшего органа власти. А попробуйте такое найти на Западе. Это очень замечательно и радостно, товарищи, быть советским гражданином, жить и работать в нашей чудесной стране. Прошло всего два года с тех пор, когда первый в мире космический корабль «Восток» вышел на орбиту и, совершив полет вокруг нашей планеты, благополучно вернулся на Землю. Два года – это небольшой срок. Если говорить об истории, но как много сделано за это время, какие чудеса совершили советские люди. Выполняя решение 22-го съезда и программу Коммунистической партии, советский народ добился огромных успехов в строительстве коммунизма. Ведь только за прошлый год наша промышленность выпустила продукции более чем за 13 довоенных лет. Вступают в строй богатырские гидростанции и гигантские доменные печи, равных которым нет в мире. Громадные заводы, оснащенные могучими станками и новейшими механизмами. На наших авиалиниях летают самые большие в мире самолеты. И ведь это факт, что даже в крупнейших аэропортах мира нет трапов, которые могли бы дотянуться до выходного люка Ту-114. В газетах иногда печатают диаграммы роста разных отраслей нашего хозяйства. Эти диаграммы напоминают космические ракеты на пусковых установках. Они круто устремлены вверх. У нас, товарищи, действительно надежная стартовая площадка. Наша социалистическая система. Как мне радоваться этим успехам? Как мне гордиться созидательным трудом своего народа, самоотверженной деятельностью коммунистической партии, ведущей нашу страну по пути великих побед? Товарищи, после суточного полета Германа Титова, наши друзья Андриан Николаев и Павел Попович совершили беспримерный групповой полет на космических кораблях. Все они внесли выдающийся вклад в освоение космоса. В свое время говорили, что первым полетом в космос советский человек проложил борозду на целине Вселенной. Так действительно было два года тому назад. Всего два года. Теперь, если и называть Вселенную целиной, то надо делать поправку. Это поднятая целина. Судите сами, 130 бороз сделали наши товарищи в космосе. Около 200 часов провели на орбитах 13 спутников серии «Космос». Автоматические межпланетные станции, лунные ракеты – все это звучит как торжественный гимн свободному народу, советскому народу, коммунистической партии. В этот праздничный день мы с особым уважением вспоминаем гениального русского ученого Константина Эдуардовича Циолковского, заложившего теоретические основы космонавтики. Его замечательные идеи, так же, как и идеи выдающихся русских ученых-мыслителей Кибальчича, Жуковского, Чеплыгина, Цандера и многих других, могли найти и нашли понимание и поддержку а затем и воплощение в жизнь только при советском строе, создавшем все условия для выполнения самых смелых и дерзновенных технических замыслов для развития науки и культуры. Сегодня, в День космонавтики, мне хочется еще раз выразить нашу глубокую признательность и благодарность замечательным советским ученым, выдающимся конструкторам, инженерам и техникам, нашему славному рабочему классу, всем тем, кто создал космические ракеты и корабли и обеспечил их дерзновенный полет. К триумфальным победам в космосе наш народ привела мудрая коммунистическая партия и ее Ленинский центральный комитет. Партия подготовила все необходимые материально-технические условия для успешного штурма космоса, воспитала и вдохновила людей, способных на подвиги во славу родной отчизны во имя торжества коммунизма. Советский Союз добился замечательных успехов в освоении космоса, оставив далеко позади себя Соединенные Штаты Америки. Теперь каждый видит, что коммунисты уверенно идут в авангарде человечества не только на Земле, но и в космосе. Это свидетельствует о преимуществах нашего общественного социалистического строя перед капиталистическим. Товарищи, наша Родина на пороге новых космических стартов. Мы знаем и верим, что советские ученые, конструкторы и инженеры, техники и рабочие создадут еще более совершенные корабли, управляемые человеком, которые позволят советским людям достигнуть новых рубежей в освоении просторов космоса, проложить новые трассы к Луне и планетам Солнечной системы. И каждый наш успех на этом пути будет ярким свидетельством торжества коммунизма, победы разума и прогресса. Задача освоения космоса стала в нашей стране всенародным делом. Она записана в программу КПСС, принятую историческим 22-м съездом, и будет выполнена. Мы, летчики-космонавты, настойчиво готовимся к еще более сложным полетам, напряженно учимся и тренируемся. Радует нас и вдохновляет замечательная советская действительность, любовь народа, постоянное внимание и отеческая забота Ленинского Центрального Комитета Коммунистической партии, нашего дорогого Никита Сергеевича Хрущева. Разрешите заверить вас, дорогие товарищи, что летчики-космонавты всегда готовы выполнить любое задание Родины, родной коммунистической партии и советского правительства. Мы верим, друзья. Караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.